О культуре. В буквальном смысле раскрасила стены мэрии курская художница Екатерина Кизилова. Там открылась ее персональная выставка. Женский шарм и уверенная, порой даже жесткая рука. Сочетание несочетаемого привлекло многочисленных посетителей вернисажа и нашу съемочную группу. Как у меня так получается? Я не знаю, я же это не специально делаю. Она обратила на себя внимание, еще будучи студенткой, блистательно защитила диплом и бурно влилась в творческую жизнь. Академичка, выставки, пленеры и работа в мастерской. Много работы, чтобы все было комильфо. В общем, у нее характер такой мальчишеский, скажем так. Она друженица. И работает постоянно. То, что она со мной на этаже, я вижу, что она с этюдником или в мастерской постоянно работает. Поэтому я не удивляюсь этому хорошему результату, потому что, когда человек с такой самодачей работает, результат всегда будет. Ну и плюс, конечно, девочка способна. Кажется, это карп. Ах, ну что вы, это же вяленый лещ, спорят зрители у аппетитного натюрморта. Работой Кати будет чувство. И не только вкуса. Оглушающая ароматная сирень. Притягательная натурщица или умиротворяющая деревенская тема. Такая близкая художница. Люблю деревню. Вообще люблю деревню и люблю лес. Все мое детство проходило в Смоленской области в деревне у бабушки. И вот я, ну... А обычно наша же все, вот дальнейшая вся наша жизнь связана именно с теми моментами, которые мы пережили в детстве. И вот очень теплые чувства обычно, когда деревня, лес, птички поют, ягоды. А это дворик нашей телекомпании. Романтический вечер влюбленных. Украденный Кизиловой и перенесенный на холст. Укромность, тайна и снег. Писать зимой Катя любит. Не боится ни экстремальных температур, ни экстремальных ситуаций. Например, пленэр на поле, где пасутся быки. А я зашла там в лес и что-то там писала, а потом смотрю, это стадо на меня бежит. И я, конечно, все побросала и бегом в лес куда-то там. Ну, не знаю, я бежала, не оглядываясь очень долго. Потом смотрю, вроде никого. Но потом-то как-то вокруг обошла все это. Там посидела дома часочек. Ну, вроде их угнали, этих быков пойдут. Думаю, посмотрю, что там с моим этюдником, с холстом. И вот прям на холсте такой отпечаток был этого копыта. На ее работах много плодов и цветов. Сочных, ярких, спелых, созревших. Как и сама художница. Юлия Матвеева, Сергей Дорохов, телеканал СЕИМ. Спасибо. Спасибо.